Сегодня же в Чебоксарах произошел неоднозначный инцидент. Священнику Шоршельской церкви позвонили и пригласили осветить административное здание в столице. Вроде бы хорошее дело, но, как оказалось, даже здесь нашелся повод для спекуляций. Активисты оппозиции привели священнослужителя в дом правительства, а потом выложили в интернет свою видеоверсию происходящего. Расстроенные священнослужители обратились к нам с просьбой помочь объяснить инцидент. В преддверии праздника Крещения Господня очень много просьб. С просьбой осветить дом или купель освещают. Я подумал, что администрации города хотят позвать, чтобы окропили везде святой водой. Хотя по периметру, где это возможно, административного здания, дом правительства. По первому зову нам нужно идти освещать. О том, что просьба о проведении обряда исходит вовсе не из дома правительства, отца Евгения никто не предупредил и тем более не поставили в известность, что видео с его участием появится в интернете с неожиданным информационным поводом и трактовкой. Я на них зла не держу. Они тоже, можно сказать, попросили меня просто осветить. Но я считаю, что если они мои действия выполнят во вред кому-то, с намерением сделать зло, я считаю, что нужно это прийти, покаяться в храм. Попросить прощения у Господа. Потому что это тоже тяжкий грех, обман. На моей памяти и моей практике таких случаев даже не было. Потому что мы всегда идем с чистым сердцем, доверяемся людям, потому что люди нас приглашают на благое дело. Даже в голове не укладывается, что такое может когда-то совершиться. Когда священников используют в каких-то грязных целях, опять же, обманным путем, это очень непристойно. И против Бога человек согрешает, когда обманным путем, какие-то сведения. Особенно когда в политической борьбе используют церковь, стараются как бы так вот это все привлечь в междоусобной борьбе. Это очень нехорошо. Это большой грех. И люди, которые это совершают, они потом будут нести ответственность перед Господом Богом и будут отвечать за свои грехи. У них один только выход. Исправиться, прийти в храм и покаяться в своих грехах. И не творить никогда зло, потому что зло вернется злом.